добрый день дорогие друзья ну что сегодня рассмотрим мой самокат и как на примере своего самоката я пытаюсь увеличить пробег электротранспорта в общем вот этот аккумулятор около 500 ватт часов емкость и на нем я проезжал где-то максимум 30-40 километров если на эко режиме и более плавно то 40 километров я спокойно на нем проезжал но после того как зимой покатался видимо разбаланс батареи случился я могу максимум 15 километров проехать это короче не дело и были у меня вот такие аккумуляторы 2 от гироскутеров емкость у них тоже 36 вольт 44 ампер часа то есть 160 ватт где-то то есть они тоже бушные но при этом мне их ровно две штуки вот так самопально я подзаряжаю аккумуляторы сейчас он вроде как зарядился в общем смысл в чем заставить самокат ездить попеременно от любой батареи и для этого была создана система ниппель своеобразная раскрыл самокат свою оригинальную батарею не стал трогать я с ней уже экспериментировал немного припаял провод и вот здесь у меня как бы крепление сидушки идет у тут четыре винта видите да вот тут не обращайте на это внимание в общем я решил сделать так чтобы снаружи вот оттуда вода с той стороны можно было как бы менять батареи то есть захотел поставил вот такую батарею захотел вот ну если есть деньги вот такую батарею отдельно ну то есть съемная батарея не раскручивая самокат в общем для этого приварил питание именно питание от аккумулятора выходит она вот сюда в дырку вот сюда в дырочку выходит также как питание контроллера вот тут куча проводов плюс и минус в общем получается так что я использовал вот такую заводскую сумку и прикрутил на стандартные посадочные болты через шайбы вот и там у меня как бы выход то есть я могу подключать отключает батарею прямо вот здесь то есть вот тут то есть и эту батарею эту батарею правда если были бы кнопочки была бы может быть даже удобней но у меня будет система есть ты разрядился просто отключил батареи подключил другую и поехал дальше то есть при этом можно ну как сказать если вот эта батарея внутри не стояла можно было бы забирать грубо говоря батарею домой и заряжать типа отдельно а самокат например где-то оставлять если это гараж или еще что-то проверил именно ну то есть проверил работает ли самокат самокат максимальная мощность 500 ватт у меня то есть это самое пиковое а так где-то он 350 ватт это в нормальном режиме ездить в принципе вот такой батареи я думаю больше чем достаточно будет хотя бы ну несколько километров запасных можно думаю будет проехать и но потому что батареи тоже уставшие вот мы этой будем проверять это вот контроллер и всякая мешанина от контроллера в общем сейчас все будут закрывать переверну и посмотрим что у нас там так пока что это не совсем все еще рекомендую взять клеевый пистолет и вот эти дырки которые вы сами делаете да например я вот тут три дырки насверлил я сейчас их горячим клеем заклею просто как говорится чтобы было вообще по-хорошему дырки не стоит делать они у меня сделаны так что если я например всю эту требуху уберу и сделаю как бы заводской самокат у них не будет практически видно я поставлю сидушку то есть они прям под креплением сидушки но единственный минус что если ставить сидушку да нужно немножко было по-другому сделать то есть или рядом отверстие чтобы сидушка крепилась да вот эта сумка кстати она крепится к сидушке вот так что вариант сидушкой тоже в принципе работал что да можно было бы вот такие аккумуляторы пихать спокойно или какую-то другую сумку вот и выглядит принципе эстетично так ну что ждем пока что нагревание клеевого пистолета в общем для того чтобы переоборудовать самокат вам ну по крайней мере нужно паяльник изолента умение хотя бы понять какой-то минимальная да то есть это сам материал то есть олова например смола то есть для того чтобы все это склеилось то что какие стальные провода как вот у этого чертова аккумулятора их вообще невозможно почти запаять потом потребуется шуруповерт какое-то сверло по металлу вот например такое и чтобы дыру дыру именно саму рассверлить вот такая вот фреза этот небольшого чипа у станка типа кукуруза то есть им я уже расширяю отверстие то есть вот тут вот отверстие они но не совсем круглые то я вот с помощью этого прибора скажем так сотворил так ладно проверяем вроде как нагрелась на сейчас заклею покажу так ну что на фуфырил сюда термосоплей вот так вот там зафиксировал и решил вот эти все провода тоже зафиксировать потому что у меня вот эти вот провода от именно мотор колеса с датчиков они у меня стали перебиваться вот этой вот железякой я решил их сюда немножко как бы зафиксировать то есть чем меньше провода дергаются тем на самом деле лучше потому что если они перетрутся да понятно что самокат не будет работать вопрос в том что будет ли после всего этого работает самокат вот это вот мы и проверим мы будем надеяться что все заработает я держу короче чтобы тут присохла все и было жестко и красиво так все держится можно собирать принципе переворачивать так ну что сборка завершена и внешне самокат принципе должен выглядеть как-то вот так то есть просто самокат с прикрепленной сумкой то есть как будто там ничего нету то есть какие-то вещи например еще что-то то есть все стандартное сохранилась самокате то есть классический самокат сейчас стоит на зарядке открывается сумка который идет в комплекте и здесь у нас две вот такие батареи сейчас я сниму покажу как все тут устроено то есть как сделано именно стандартное подключение батареи вот сейчас вы можете наблюдать сумки подключена батарея контроллеру та которая внутри да это конечно будет лишний расход энергии потому что по проводу электричество бегает вот крепление сделано вот так вот на шайбочке то есть принципе этого достаточно здесь тоже можно на вот эти кожухи как-нибудь вот так закрепить сумку чтобы не дрыгалась и в принципе вполне себе будет нормально аккумуляторы просто немножко какой-нибудь ну на пенопласт какой-нибудь положить чтобы мягко было ну главное чтобы они не упарились в принципе проверил даже вот так вот включал самокат сейчас так сейчас даже покажу немножко так ну вот он включен через родную батарею так сделаем так сделаем включаем так эко режим эко режим то есть самокат точно так же работает как будто ни в чем не бывало то есть как будто ничего не поменялось это максимальный режим когда где-то 40-45 он едет вот если мы сейчас выключим зарядку мы можем не трогать зарядка она заряжает тот внутренний аккумулятор вот это разъединим сейчас так разъединил тут именно смотрите сделано так что сюда ну то есть по-другому никак ты не включишь только батарею в нужный слот можно поставить то есть не никак по-другому невозможно включить то есть вот у нас батареи вот такой xt70 разъем xt60 да вот такой xt60 и если мы сейчас все это дело подключим так вот я подключил вот эти вот красненький провод это уже вот этот вот это уже контроллер то есть мы уже можем ехать с этой батареи спокойно и плюс и ну именно угар весь в том что можно любую батарею вставить то есть не будет там ну типа мне определенного размера нужна батареи там или с каким-то супер разъем в любой разъем отрезал вот такой xt60 поставил на при разъем или более какой-то крутой например ну я выбрал такой разъем как вот на этих маленьких батареях вот и типа чем мы можем точно также включить самокат только уже от внешней батареи то есть и они могут быть любые и реально большой плюс в том что смотрите нельзя включать как бы ну если я параллельно вот эту батарею бы включил внутренней то вот это батарея высадилась бы и самокат ну не непонятно чтобы с ним было короче лучше использоваться как типа одну батарею откатал высадил отключил вторую батарею поставил высадил ее потом отключил поставил например основную либо использовать вот эти вот аккумуляторы как докаточные то есть если у вас например аккумулятор мощный ну вы например 30 проехали километров да там до работы еще куда-то вам еще нужно например 10 может 15 когда каточные вот потом можно использовать вот эти аккумуляторы я думаю километров хотя бы 10 они может быть и дадут посмотрим буду тестировать на эко режиме эко режим потому что аккумуляторы может быть уставший да ну на эко режиме когда вы едете где-то 15-20 километров в час максимально реальный километраж показывается если влупить под 45 этот аккумулятор в половину быстрее сядет ну любой аккумулятор который здесь находится уж вот так это дело работает ладно будем посмотреть что из этого получится так давайте то есть вот все то же самое только мы с наружного аккумулятора так сейчас круиз поставим ну круиз это типа максимум то есть он и максималку жмет в горку думаю аккумуляторы высадить как нечего делать потому что они высаживаются с горки конечно очень сильно ну в общем вот такая переделка друзья ставьте лайки и пишите комментарии кто вообще как переделывал тоже тоже интересно будет посмотреть это самый простой такой метод буквально за часик или за полтора часа можно все это сделать есть конечно есть инструменты и желание так что лайк подписочка так ну что друзья тесты прошли успешно как вы видите самокат заряжается я спокойно доехал до дома батареи выручили как нельзя кстати в общем давайте поговорим о том о результатах гироскутерные батареи для самокатов мощностью меньше 500 ватт то есть если где-то включать на нормал да то есть в районе 30 километров в час сии будет ехать самокат то вот такой батареи хватает на 10 километров не знаю может быть не каждая именно по десятке проехал я всего 30 километров то есть до парка горького в москве и обратно до дома где-то 30-ка у меня вышла в общем родная батарея села за 15 километров хотя запас хода должен был быть 40 но батарея у нас подустала скажем так в общем вот эта система божественная но единственный минус немножко мешает ногам вот это есть ехать вот так второй небольшой минус в большую жару вот здесь аккумулятор все-таки нагревается но любой аккумулятор я думаю нагревается но было такое что я проверял периодически да и он был тепленький так что я даже иногда останавливался чтобы остудить но это не критично на самом деле я думаю что если в принципе может быть как-то спарить эти аккумуляторы тогда не будет такая большая нагрузка но не суть полностью откатал один аккумулятор какой-то из них вот и как бы полностью меня устраивает эта технология скажем так вот такой быстрый замены это вообще просто волшебно на своей батареи покатал потом когда она разрядилась ну из-за того что она на половине вырубается просто вот поставил батарею одну вот из этих подключил соответственно просто помчался потому что батарея полный сразу вы начинаете ехать как на полном заряде соответственно на табло показывала полностью заряд до конца проехал где-то 10 километров на одной батарее так что система рабочая если вот пару таких батарей положить ну в принципе как вот 160 ватт я думаю так тут и есть то есть по 160 ватт в каждой учитывая что это еще как бы все равно уставшие бушные батареи я считаю это более чем нормальный результат то есть вторая батарея не знаю которая из них так вот на это я по моему полностью откатал вот эту вот эту батарею и где-то на 9 или 10 километров хватило но она может быть подуставшие а вот на второй батареи я ехала в полный режим где-то максимум 40 километров в час и я вам скажу что ну километров 5